вечер добрый вот я заканчиваю смотреть что все в порядке что у нас начался наш эфир сегодня вот сейчас подойдет начнут приходить люди и мы с вами начнем урок урок у нас сегодня с одной стороны интересно я надеюсь что все уроки которые я пытаюсь делать они интересные да здравствуйте первый слушатель и зритель знаете я все время возвращаюсь к похожим темам но с разных сторон ну что бы мы не делали в нашей жизни каждый из нас каждый абсолютно человек то одна из самых необходимых и главных вещей нашей жизни нашего существования это любовь я не знаю может кто-то мне скажет нет нет есть там я не знаю здоровье день еще все это хорошо но жить без любви практически невозможно и знаете один из людей которых нам стоит полюбить это мы сами любви говорят очень много но насколько правильно мы понимаем эту любовь я предлагаю вам рассмотреть эту тему с разных сторон я надеюсь что меня слышат и видят и всем да да все теперь вижу да теперь вижу что действительно кто-то слышит итак я предлагаю рассмотреть тему любви с разных сторон с разных взглядов и считаю что в наше ошибочное время во всяком случае часть моих знакомых я могу сказать ведет такой образ жизни что вставая из кровати первое что они бегут делать это посмотреть в телефоне в компьютере да сколько кликов и лайков есть у них в инстаграме или фейсбуке сколько сколько у квим сколько людей которые смотрят за следят за ними за их фотографиями за их жизнью да для часть части людей это стало просто совершенно необходимой частью жизни некоторые люди вообще если им кажется что на них недостаточно посмотрели недостаточно сказали хороших слов они становятся практически больными они не могут без этого то есть не получив должную долю внимания часть людей могут впасть даже в депрессию да настолько что им просто кажется что для них нет места в этом мире потому что кто-то другой недостаточно их оценил знакома ли вам эта ситуация видели ли вы слышали ли вы может быть кто-то из вас действительно переживал сам иногда такие ситуации иногда когда очень грустно когда кажется меня не любят на меня не смотрят хочется просто взять и съесть шоколадку хочется порадовать себя и сказать окей я съем шоколадку и таким образом я проявлю любовь о себе таким образом я порадую себя таким образом я сделаю себе хорошо что вы скажете на эту тему шоколадка это спасение это любовь к себе я вообще говорю что наши дети иногда просят у нас мороженое вкусности сладкости да потому что дети маленькие дети им кажется что если они получают вот это вкусное и сладкое это делает их счастливых это дает им чувство любви и защищенности они им хорошо от этого но когда мы немножечко взрослеем то наверное начинаем понимать что шоколадка это не показатель нашей любви к нам не то что кто-то другой нам дал шоколадку не то что мы сами взяли шоколадку наверное наверное можно обойтись без этого то есть самоуважение и любовь должна вырасти из какого-то другого зерна не совсем правильно чтобы она выросла из той шоколадки из тех вещей которые нам дают извне давайте немножечко посмотрим в недельной голове шмот да еще до спора с мушеробейну спор мушеробейну с фараоном еще до того как они обсуждали как же фараон сможет отказаться от рабской еврейской силы да рабочей силы спор у них был совсем другой на самом деле это спор который постоянно сопровождал их отношения и спор был их о жизненной позиции то есть мнение фараона было такое что все хорошее все в жизни зависит от нила да то есть ведущим в его мнение была вот эта великая река которая была для него и может быть для всего египта являлась да вот это прямо неким божеством образом вот этой великий великой реки которая представляла себя идею вечности большая длинная река которая течет большая протяженность я даже на самом деле хотела посмотреть не посмотрела чтобы вам точно сказать наверное кто-то здесь знает протяженность реки Нила да но понятно что это практически одна из самых длинных и больших рек которые есть на земле да и вот эта идея вечности Нил который всегда течет есть Нил значит есть жизнь есть благословение и все так далее и вот этот Нил это то что давало уверенность фараону в будущем самое большое большинство божество для него для народа и именно к этой реке тогда приходил фараон и многие египтяне тоже приходили туда же для Моше же который был большим великим пророком его вера происходила от веры Всевышнего в Бога то есть никакое событие ни большое ни малое оно в принципе не может быть случайным не может зависеть от сил природы от реки потому что сила природы и та же самая река понятно что подчиняется Всевышнего и у каждого человека и у каждой вещи и у каждой в природе у всего в природе да есть свое личное особое предназначение в каждом еврея заложена искра Божья и вот тут Моше ведет спор с фараоном кстати знаете ли вы о том откуда произошло имя Моше да это не еврейское имя Моше есть много разных мнений откуда и как оно пришло кстати кто ему дал кто ему дал это имя это имя это имя ему дала дочь фараона когда она ему дала когда она его машито когда она его вынула вынула из вод Нилуса да то есть Лешит вынуть вытащить на еврейский да надо сказать что вот в этот момент когда она его вынула из этих вод началось такое некое спасение нашего народа которое закончится окончательно когда придет Моше их и вытащит нас с вами вот из этих вот наших проблем да придет Геула но в то время что происходит фараон решает что очень хорошо этим евреям тут да очень хорошо пришло всего каких-то несчастных 70 человек им все дали Моше рабейну обеспечил полностью материально всю свою семью и до конца его жизни он был так сказать тем кто обеспечивал из казны Египта проживание всему нашему народу да и фараон решает он разрабатывает некий план некий интересный план кстати интересно я дам именно вот имена вот этим трем частям по которым этот план шел и первая часть называлась мирьям мирьям кто если вы помните старшая сестра Моше рабейну да первое что сделал наш первый что сделал фараон с нашим народом он сделал нашу жизнь горькой горькой мар мирьям да проходит год когда фараон надеялся что от того что он сделал нашу жизнь тяжелой непосильно а труда горькой наш народ уменьшится знаете когда тяжелые ситуации люди иногда отходят боку пристает постоянно размножаться привести приводить детей в этот мир вообще знаете вот этот подход что вот опять эти религиозные простите я имела ввиду эти евреи да все время рожают 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 и рожают вот не выдержала фараон этих постоянных рождений постоянных еврейских детей которые пребывали и никакой мариррут никакая горькая вот эта ситуация она не помогала евреям прекратить процветание то есть размножение увеличение еврейского народа и вот фараон дает второе указание второе указание под каким названием его имя кодовая кличка такая скажем назовем ее кодовая кличка которая называется Аарон Аарон да это имя указывает на район беременность да Аарон Мирьям Аарон вторая часть Аарон то есть он приказывает убивать детей как только они рождаются вот проходит еще какое-то время он решает ну все то есть сейчас я приказал всем свахом этих детей забирать буквально сразу после родов и убивать значит еврейский народ начал уже убывать что он смотрит никак этот еврейский народ не убывает печень населения опять их евреев стало больше и приходит третий этап который кажется что он уже заключительный у евреев к сожалению на протяжении всей нашей истории был не один такой этап когда кто-то придумывал такой замечательный план по нашему уничтожению заключительный третий этап который называется Моше когда фараон приказывает всех младенцев выбрасывать в великую реку Нил топить кстати откуда Моше был вынут дочке фараона то что я вам сказала да и на какой-то момент казалось что этот план действительно срабатывает но не сработало не сработало начиная с наших праотцов Авраама Ицхака Якова все наше будущее вся наша уверенность да в том что у нас есть какое-то предназначение оно все это черпает силу от Всевышнего мы с вами все дети творца и он любит каждого из нас и оберегает и Всевышний с нами всегда даже тогда когда нам кажется что мы каждый из нас потому что конечно как народ это одно у каждого есть это свое чувство я один я один несчастен я одинок но когда ты присоединен к своему источнику да то есть присутствие вот этого Всевышнего в мире она наполняет мир радостью даже в самые самые тяжелые времена человек находит в себе силы радоваться тому что он еврей именно эта радость именно это рассеивает все тяготы материального мира скажите скажите она что-то такое-то отговорит какие красивые слова Всевышний дает рассеивает прекрасно да а как это начать делать далеко не все знаем Тору далеко не все родились вместе где это доступно далеко не все родились в семье что это пришло нам с молоком матери практически да как это начать как начать вот это самое присоединение начать эту любовь есть один хасидский рассказ вот про такого некого потерянного мальчика потому что каждый из нас является не в любом возрасте абсолютно ребенком ребенком и все дети перед Всевышним да и вот есть некий хасидский рассказ про одного мальчика что однажды в Йон-Кипур пришел в синагогу мальчик сирота пришел он помолиться для того чтобы помолиться вместе со всеми евреями помолиться Богу но этот ребенок сирота и он не получил никакого еврейского образования никакого еврейского воспитания совершенно не по своей вине он сирота он не знал ни одной молитвы он не умел читать но увидев как все евреи молятся он тоже захотел выразить свои чувства Всевышнему и что же он сделал знает что в их селе петух считается очень важной птицей он решил что по кукуреков он подчеркнет важность происходящего и вот этот мальчик встает на стул и начинает кукурекать все прихожане религиозные люди Йон-Кипур каждый ушел в свою молитву все вместе и тут мальчик который стоит и кукурек говорит на стуле да все начинают пугаться начинают оглядываться такой святой день и в синагоге такой они начинают его ругать в этот момент большим то поворачивается останавливает их и объясняет что именно этот мальчик не зная слов молитвы смог своей искренностью своим желанием присоединиться к Всевышнему именно он смог разрушить все преграды разделяющие Всевышнего и евреев и в тот год в заслугу именно этого мальчика и за его искренность Всевышний занес всех евреев той общины в книгу жизни для каждого из нас очень важно сделать этот самый первый шаг независимо от того как он выглядит в глазах окружающих нас людей в частности для того чтобы стать евреем повесить мизузу начать соблюдать кашрут это одеть кипу завести бороду да скажите неужели вот это сделает меня счастливым да а в глазах других людей я вообще буду чувствовать себя неудобно часто люди живут в далеких местах где рядом вообще нет кто может нам помочь да но этот шаг который скажет я хочу любить себя я хочу любить Всевышнего в себе да я же сказала что в каждом еврее есть искра Всевышнего которую мы все являемся практически одним целым с Всевышним мы часть Всевышнего все и часто получается что мы привлеченные именно вот материальностью вот этого Нилуса про которого я говорила в споре фараона с Машена Робейну да мы думаем что любить себя это сводится к потаканию своим слабостям к предпочтению своих интересов к своему эго да то есть мой интерес который иногда происходит вообще за счет интересов других людей и знаете я хочу вам сказать что среди счастливых людей не найдешь таких людей которые не любят себя в каждом из нас конечно сидит страх любить себя знаете как будто любовь к себе это вообще совершенно другая вещь чем любовь к другим людям как будто вот эта любовь она сделана из какого-то другого теста вообще из другого материала любить другого но это же нас воспитали так это правильно это хорошо любить себя ну как же я буду любить себя это даже просто неприлично это вообще а вдруг скажут что я там меркантилен для своей души да не привучили нас к этому вот другому отдавать это хорошо это правильно а я я я обойдусь я обойдусь да но любящий желает добра любимому казалось бы вообще что может быть проще чем любить друг друга и удерживаться от ссор и жить в мире со всеми и жить тихо и спокойно разве этого не хочет каждый человек скажите получается ли у вас вообще вот жить тихо спокойно со всем в мире все твои друзья со всеми тебе хорошо получается такое если кого-то получается я искренне рада за такого человека но обычно на нашем пути на нашей дороге встречаются люди которые постоянно дают нам почувствовать что что-то в нас не в порядке да на каждом если не на каждом шагу то достаточно часто дай бог чтобы было меньше да видим какие-то ссоры и видим споры и иногда простые расхождения в мнениях буквально даже в переписке каких-то знакомых в том же даже фейсбуке не знаю или в разговоре да два еврея три мнения переходят часто столкновения и вот погруженные во все вот эти мелкие какие-то иногда совершенно ненужные разговоры заботы мы совершенно забываем и не чувствуем наверное самое главное свою душу и я хотела сказать что разъединенность между людьми существует на уровне всего тела это очень интересно то есть если я только что сказала что все мы являемся одним целым присоединенным к севышникам мы являемся как бы как бы одним телом да на самом деле это тело души а вот разъединенность между людьми она происходит именно на уровне тела потому что у меня есть мое тело а у него есть его тело мы не можем являться одним телом я имею ввиду материальное тело да и понятно что когда один человек задевает даже плечом просто походя другого человеку то ты чувствуешь неудобство ты чувствуешь боль да то есть он это он я это я мы не чувствуем другое тело как часть себя да мы чувствуем это что-то как отдельное и отъединенные вообще от нас и человек не распределяет свое отношение к частям своего тела по степени их важности то есть понятно что у нас есть какие-то жизненно важные органы без которых мы вообще не можем жить имеется ввиду там сердце и так далее и так далее да но невозможно сказать что я там люблю свой мизинец или свою руку или не знаю коленку или любое другое тело больше чем другое то есть когда болит болит это это боль она не меньше если находится в пальце или где-то в другом месте и совершенно не важно какое общественное положение и какие моральные качества да есть у каждого из нас каждый из нас является телом душевным духовным телом нашего народа то есть есть у каждого из нас душа есть тело все это объединено в одну единицу да у тела материального есть свои потребности и и оно у каждого из нас отдельное а наша душа является составляющей других душ и вместе мы являемся одной большой душой да именно поэтому не просто необходимо но естественно и нормально любить самого себя и любить любого другого простого еврея как и великого как и малого потому что мы все являемся с вами одним единым душе в духовным телом да то есть люби ближнего как самого себя ты любишь себя и его и это совершенно одно и то же опять же мы с вами говорим на духовном уровне да материальный уровень он немножко другой и именно вот любовь как самому себя это любовь который любит человек именно самого себя именно эта любовь обязывает любить другого еврея его душа это часть моей души и когда человек недостаточно любит ближнего это значит что в его за отношениях с ближним не только с ближним всевышним самим собой самим собой появляется некая трещина если я враждую с кем-то если мне кто-то сильно неприятен если я не в состоянии уважать другого человека проблема проблема в том что я не люблю себя в том что я не уважаю себя человек который не способен любить ближнего про него можно сказать что он в чем-то ущербный человек что он в чем-то калека потому что любить ближнего да как самого себя мы не просто можем мы обязаны мы без этого не можем существовать то есть любовь к самому себе обязывает меня любить другого человека потому что он часть моей души я несколько раз повторяю одно и то же именно для того чтобы вы смогли услышать и понять это вот как базовую такую функцию и возникает некий вопрос да может даже что что касается тела и его частей понятно что взаимная ненависть между всеми частями тела невозможно да то есть когда речь идет о народе израиля мы совершенно так сказать не нуждаемся в каких-то больших примерах потому что взаимная связь израиля к сожалению к сожалению да с одной стороны мы знаем там евреи в америке там буквально в анголе где угодно ты всегда слышишь когда слово евреи ты чувствуешь вот это мое у нас вот это есть эта связь чувствуется близкий человек и так далее но иногда ты живешь в одном городе или в одной маленькой маленькой стране и вдруг вот эта связь которая на самом деле она очень крепкая потому что мы одно целое это связь она начинает пропадать и вдруг оказывается такая какая-то злая усмешка аскал я бы сказала да что у евреев не хватает никакой любви к ближнему не хватает любви к самому себе происходит это потому что душа не всегда душе не всегда удается возобладать над телом да то есть мы как бы не осознаем своей души у нас есть свои заботы за партию за ленина там не ленина там кого-то другого да идем вперед и вот это самое главное отобьем проваль сделаем это это нам кажется самым главным мы совершенно забываем о нашей душе нам хочется достичь сейчас для нашего тела нилус шоколадку наши материальные какие-то потребности это считается главным и можно пренебречь абсолютно абсолютно всем можно шагать по головам можно наступать на людей на гордость других полностью да то есть но такие люди не любят себя им кажется им кажется что они чего-то сейчас добиваются и из-за любви к себе они хотят сделать себе хорошо но при этом громко говорят я беспокоюсь не о себе я беспокоюсь о других результат что они беспокоятся не о других не о себе не о всевышнем и это на самом деле катастрофа для людей для людей да то есть люди не чувствуют душу других как часть себя да если бы мы смогли с вами чувствовать истинную сущность вещей ту сущность которую душу вот эту общую душу что мы совершенно одно целое то у нас вот тогда с вами не было недостатка в любви ближнему и мы любили бы каждого еврея так как мы любим себя но до тех пор пока мы не очистим свои вот эти грубо говоря тела свои материальные запросы да пока нашей душе не удастся возобладать над нашим телом то есть не стать хозяином человека душа чтобы была хозяином человека и она руководила поступками тела да вот до этого пор мы не сможем увидеть истинную сущность мира и мы не сможем ощутить вот это настоящее душевное тело а будем видеть только телесную сторону вещей и опять же будем идти за этим потому что материальное наше тело оно не дает возможность ощутить другого как часть тебя нас просится нас говорится вагав талереха камоха да возлюби как самого себя но наше тело очень мешает этому поэтому для того чтобы любить себя еще раз повторю наша душа должна руководить поступками нашего тела то есть быть хозяином в доме и от каждого из вас зависит кто будет хозяином в доме кстати у нас есть такой закон в и шамартом линавшатыхэм то есть еврейский закон который ни в коем случае ни в коем случае мне это важно подчеркнуть не призывает как в христианстве уйти в монастырь уйти от этого мира да сказать мне ничего не надо мне не надо шоколадки да нет 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 еще раз нет ни в коем случае такого у нас этого нет наоборот просто все должно быть в правильном порядке должно быть подчинено душей которая будет диктовать телу когда и как раби говорит что каждый из нас должен жить как сын царя то есть в хорошем материальном состоянии просто про должен быть правильный порядок получения этого материального и получение этого шоколада или получение от нила каких-то да то есть зная что это то что идет от всевышнего и мы являемся одним целым с ним я желаю вам каждому из вас быть хозяином в своем доме в своем теле и полюбить себя настоящей не эгоистической любовью да а именно настоящей любовью живя по законам торы хорошей вам конца недели и с божьей помощью встретимся с вами в следующем рыве до свидания всего хорошего спасибо